Друзья мои, всем привет! Сегодня я начинаю серию кратких обзоров клубники, как мы ее называем, или земляники крупноплодные, если быть более точными. Ну и начну, естественно, с самого раннего, самого своего любимого сорта. Это львовская. Сорт этот у меня уже растет, наверное, лет 10, а может быть и больше, наверное, даже лет и 15. За это время уже изучила все его плюсы, все его минусы. И хочу вам сказать, что самыми основными такими положительными сторонами этого сорта является это суперраннее плодоношение. Сегодня у нас 12 июня. В этом году практически на неделю все позже, если не больше, за счет очень затяжной весны. В былые годы мы начинали есть этот сорт уже в 20-х числах мая в Витебске. Естественно, при условии накрытия спонбондом. Как вы видите, у меня ранняя клубника вся прикрыта спонбондом. Но помимо самой большой скороспелости, второй огромный плюс этого сорта – это вкусовые качества. За свое время я уже перепробовала, скажем так, через мои руки прошло, в общей сложности, наверное, сортов 70, если не больше разных. И скажу я вам, такой сладости, такого аромата у клубники я, честно говоря, не встречала. Ну а среди, скажем так, минусов, что тут можно назвать? Довольно-таки такой развалистый куст, не совсем красивый. Нельзя сказать, что тут такая суперурожайность была. То, что вы видите, это все однолетние посадки. То есть все это было посажено в сентябре прошлого года. В принципе, урожай для однолеток, я считаю, неплохой. Размер ягод, ну вот, я тут и спич на коробочек подложила, и просто так на фоне руки видно. Ягоды такие вытянутые, длинненькие, как вы видите. Особенно вот меньше, в смысле, вторая, скажем так, волна ягод, которая идет. Они вообще такие длинные-длинные, вытянутые. Лежат ягоды на земле, но в моем случае они лежат на спонбонде, достаточно чистые. Еще среди минусов данного сорта, это очень сильная восприимчивость его к клещу. И бывает такая сильная зараженность, что начинает очень резко и листья крутиться, и цветоносы деформируются. Ну и, соответственно, урожая практически тогда можно и не получить. Поэтому при всех своих вот этих вот положительных чертах, как скороспелость и вкусовые качества, сорт требует к себе, скажем так, повышенного ухода в плане обработок от клеща. Ну а по остальным параметрам, в общем-то, никаких проблем он не дает. Вот здесь у меня вот всего их пять рядочков посажено, вернее, пять пар. Ну где-то вот садила по одному усу в прошлом году, где-то по два. Соответственно, урожая где чуть больше, где чуть меньше. Но в целом я довольна. И вообще вот каждый год как-то у меня посещает мысль о том, что надо бы, наверное, вообще перейти на однолетнюю культуру. Хоть это немного и трудозатратно. Потому что все-таки по размеру ягод, по чистоте кустов, отсутствию заболеваний и вредителей, конечно, однолетки и двухлетки сравнивать невозможно. Ну а как кто-то еще ведет и трех и четырехлетнюю культуру, там, по-моему, вообще толком урожая никакого не будет. Итак, еще раз подвожу итоги. Самый-самый ранний из опробованных мною, самый-самый сладкий из опробованных мною сорт – это львовская. Очень всем рекомендую хотя бы несколько кустиков посадить с тем, чтобы радовать себя и своих близких такими замечательными ягодами.